Игровую отрасль, электронную коммерцию и, соответственно, ритейл. Очевидно, что страны, которые находятся в лидерах, очень сильно повышают производительность труда, как мне кажется, в том числе за счет грамотной работы с данными. И вот это промышленный интернет, IoT, это уже давно не тренд, о котором говорят, а это уже какая-то суровая реальность, если посмотреть на аналитику. Ну и, кстати, если говорить про то, что вам, наверное, близко, ближе всего онлайн-образование. Я вот видел, что на этом мероприятии выступал аналитик из Курсера. Если посмотреть на Курсера, и сколько там, ну там очевидно, что у них тоже взрывной рост, все пользуются их сервисами и услугами, но там порядка, по-моему, больше 50% приходится на технические дисциплины. Программирование и технические дисциплины. И это, конечно, как мне кажется, хорошо, потому что это дает приток свежих кадров с нужными компетенциями. Я, кстати, часто вижу, что крупные такие технические корпорации уже, в общем-то, декларируют, что высшее образование оно уже является опциональным. И у меня есть примеры знакомых, друзей, которые могут, не доучившись в ВУЗе, спокойно пойти работать в Google, в Microsoft и быть там вполне успешными. Поэтому эти тоже есть о чем задуматься, потому что вот эти самые дисрапторы из сферы онлайн-образования, они в какой-то степени становятся вашими конкурентами. Если говорить про цифровизацию в России в целом и в образовании в частности, то что мы наблюдаем, что я наблюдаю? Ну, во-первых, не только сфера образования, все находятся на стадии такого переосмысления. Причем переосмысления, которые можно назвать таким идеальным штормом, потому что нужно одновременно переосмыслить бизнес-модель, продуктовую модель. Нужно поменять в компании процессы и, что самое сложное, как мне кажется, подход к работе вообще в целом с орг структурой компании. Потому что мы, в общем-то, все привыкли работать в, ну, применяется, в России в целом, в иерархических компаниях, а иерархические компании в эпоху цифровизации, они, если честно, крайне неэффективны. Вот я поработал в своей жизни абсолютно в разных компаниях, где и такой военный менеджмент присутствовал в компании TransTelecom, чисто на лиге иерархическая компания, ну и в американских организациях, где больше, конечно, проявляется такая плоская организация, где инициатива должна идти одновременно как бы и снизу, и сверху. Ну и Яндекс, это такой как бы управляемый хаос, как мы его называем. Соответственно, видно, что небольшие компании, причем абсолютно из разных процесс, из госсектора, из коммерции, они намного быстрее встраиваются в эту цифровую как бы реальность, намного, намного, намного динамичнее на нее реагируют и находятся, ну, очевидно, в авангарде. А крупные организации, неважно, неважно, я вот и работаю, каждую неделю встречаюсь с представителями абсолютно разных обраслей. И госкомпании, и коммерческие компании, нефтегазовые компании, ритейл и так далее. Все компании сейчас крупные, они очень-очень сложно переживают этот процесс цифровой трансформации, огромная инертность. Инертность, которая идет чаще всего от людей, которые, ну, не хотят каких-то перемен. Поэтому цифровизация, как мне кажется, в России очень часто несет такой декларативный характер. То есть она декларируется, имитируется, но не всегда это происходит на самом деле. Это огромная проблема, которая часто, как бы, такой хайф, он создается, это все весело, все хорошо, делается какие-то митапчики, да? Короткая репутация. Крупная сетевая компания, не задумывается, как посмотрели на эффект сокращения людей, сказали, что вообще инициатива. Вы же сами не обручили, вы не в шоке, не готовы. Реально. Да, я согласен. Очень часто, на самом деле, кажется, что можно сделать все так же, как это происходило за последние 10-20 лет, но когда выясняется, что нужно пройти такую зону турбулентности, которая скажется на всех, от руководства до обычных сотрудников, не все к этому готовы. Поэтому создаются правильные должности, создаются правильные отделы, делается хороший, красивый ремонт, везде отправляются слова хорошие, роботизация, блокчейн, прочее, да, но иногда на этом дело останавливается. Как нам кажется, как мне кажется, как человек, который все-таки всегда работал в продуктовых компаниях, именно такой подход позволяет решить задачи цифровизации наиболее эффективным способом, потому что на самом деле сейчас, в эту эпоху цифровизации и создание цифровых платформ, абсолютно все компании поставлены перед одной и той же задачей. Как создавать новые цифровые продукты? Это бус, это стадион, это какой-то ритейл, это фармацевтическая компания. Все решают абсолютно одну задачу. Как создавать продукты, как эффективно работать с данными, как работать со своими пользователями. Потому что, конечно, вот этот девайс, телефон, устройство, которое нас с вами приучило к определенному шаблону потребления цифровых сервисов, он, конечно, ровно в том же виде, сейчас вот этот опыт, который мы с вами имеем, этот же опыт влияет на то, как мы с вами хотим взаимодействовать со всем, с государством, с образовательной инфраструктурой, с ЖКХ, абсолютно со всем. И там, где этот опыт удобнее и лучше, вы, соответственно, идете ровно по тому пути, где у вас ваш клиентский опыт сохраняется. Видно, что это непросто, но идти по этому нужно. И поэтому, мне кажется, что такие компании, как Microsoft, Amazon, Google, Яндекс, которые, в общем-то, выросли на этом продуктовом подходе, нам есть чем поделиться с вами. Так как цифровизация, очевидно, построена на эффективном использовании технологий, и видно, что технологии меняются очень быстро, то у любой компании сейчас возникает вопрос, а как это сделать быстро, но при этом не прийти к такому дефолту? Как поспеть за всем этим потоком новой информации и технологий, при этом так, чтобы это не выглядело как такой пузырь, который постепенно добудется, тогда будет вложено какое-то большое количество денег, и организация в итоге придет к тому, что, ну, кажется, она не сможет свои амбиции реализовывать. Мне кажется, вот, есть два пути. Путь номер один. Если вы считаете, что вы можете одновременно быть и сильной технологической организацией, способной и адаптировать, и создавать технологии самостоятельно, то у вас вам налево. Если вы же считаете, что вам, у вас есть своя экспертиза, у вас есть понимание, где вот в новом, в новом мире вы будете создавать собственные интеллектуальные продукты, интеллектуальную собственность, но вы знаете, что есть ваша ключевая экспертиза, которую вы хотите развивать, а все остальное вы готовы каким-то образом брать у лучших, самых сильных технологичных компаний. Два пути. Либо вы считаете, что можно быть лидером в своей отрасли и одновременно становиться технологической компанией, либо вы ищете коллаборации с другими крупными гигантами. Ну, гигантами регионального либо какого-то мирового масштаба. Если посмотреть на примеров трех компаний, на которые, ну, как минимум, я часто ориентируюсь, когда мы вводим свои продукты, мы сравниваем, ну, потому что компания успешная, как мне кажется, что эти три компании для цифровизации и демократизации технологий сделали больше, чем любой, не знаю, госструктура как бы в мире, то мне кажется, что эти примеры очень и очень наглядны. Если зайти на любой сайт из этих трех компаний Microsoft, Google и Amazon, там будет огромное количество примеров самых известных университетов, которые используют облака для разных целей. Они используют это и для студенческих сервисов, и для организации рабочего пространства, и для оптимизации исследований и коллаборации ученых друг с другом, соответственно, более эффективная работа с данными, эксперименты, коллаборации с бизнесом, создание новых продуктов. Ну, вот там это, мне кажется, что это на самом деле не только Америка, но посмотреть на Европу, можно посмотреть на Азию, плюс-минус там важный, очевидно, что кроме американских компаний очень хорошо представлены собственные облачные платформы, технологические платформы таких компаний, как Alibaba и Consent. Вот, и на самом деле, еще работая в компании CISCO, я, когда закончил сам университет, я обратил внимание, что когда выходит интересный новый продукт телекоммуникационный, на то время там был бум как раз в силу-морожном разной платформе для центров обработки данных, телекоммуникационная платформа, я удивлялся, как только выходит новый продукт, первый референсный клиент, то есть та компания, которая рассказывает о своем опыте, всегда были вузы, всегда были университеты, всегда были самые известные кампусы, которые говорили, о, вот мы это внедрили, мы добились вот этого, такие, понятно, что они получали эти технологии с максимальной, мне кажется, скидкой, им доставалось это по очень низким ценам, но сам факт, что именно образовательные организации являлись тем самым пионерами в адаптации новых технологий. Мне кажется, что в России пока что не так, хотя, возможно, я ошибаюсь, потому что с академической сферой сталкиваюсь, к сожалению, не так часто. может быть, они отслеживали тренды, либо стартапы возникали, среди этих вузов? Я думаю, что и стартапы возникали, во-вторых, они их там осилируют, официально. Что? Это только акселерируют. И мне кажется, что это взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и университета, потому что ты бизнес, тебе нужен первый клиент, который скажет, я внедрил технологию, она работает, мне полезно, тем более, что большой кампус это плюс-минус большая корпорация, это модель корпорации, поэтому, когда ты продал решение в Стэнфорд, то, на самом деле, после этого продать это в условный, я не знаю, какой-нибудь ситибанк, проще, потому что там, ну, кампус-то, он и есть кампус. И количество уговорящих голов рассказывающих обнедрения. Идеальное сочетание, с одной стороны, цена от риска от неуспеха гораздо больше, чем у вас. И, как правило, и в России это присутствует, когда в технологическом паре взаимодействия с вузами первые вудрения в каких-то сложных продуктах делаются именно на вузовских платформах. С другой стороны, это действительно по объему IPG вполне, то есть, дословно перехожу, это enterprise-заказчик, который может быть из-за них все, если уж не звукать, это было хорошо. Это будет большой рынок. Тем более, я думаю, что если внутри вуза есть энтузиасты, которые тоже приятно работают с новейшими технологиями, очевидно, вокруг этого всегда есть какие-то студенты, которым тоже дают возможность попробовать это практически. Поэтому то, что называется win-win, это плюсы корпорации и вузу. Маленький точнейший вопрос от не специалистов. Когда говорите об лака, вы понимаете только хранилищие данных или это вычисление? Я расскажу. Нет, мы расскажем, мы подоплагаем, на самом деле, понимаем инфраструктуру, и на самом деле намного более высокоуровневая вещь платформа, потому что инфраструктура, есть инфраструктура, но Google, Amazon и Microsoft дали толчок цифровизации не за счет того, что они дали просто дешевые вычисления. Они дали огромное количество инструментов для работы с данными с разными типами структурирования не структурирования данными. Соответственно, это сервисы машинного обучения, когнитивные сервисы, распознавание речи, синтеза речи, машинный перевод, компьютерное зрение и так далее. Инструменты сервиса для Data Science, для исследователей данных и так далее. Я расскажу подробнее, что мы делаем, но это как раз ровно та область, к которой и мы идем. Как раз здесь будет уместно об этом рассказать, потому что внутри Яндекс всегда был устроен как такой акселератор бизнеса, потому что есть с одной стороны большое направление Яндекс.Поиск, которое в свое время стало таким корнем развития бизнес-модели Яндекса, там был поиск, монетизация этого поиска через рекламу, но потом стали создаваться новые бизнес-юниты Яндекс.Маркет, Яндекс.Такси, и сейчас Яндекс.Внутри работает как такой фактически холдинг из крупных продуктовых команд, которые уже приносят огромную прибыль, монетизируется хорошо, большая клиентская база выходит на международный рынок. Кстати, Яндекс.Такси уже запущен больше, чем в 17 странах. Они идут в Европу, они идут в Базию, они идут в Африку. Это очень приятно. Есть какие-то новые бизнес-модели, которые работают по принципу стартапа внутри Яндекса. И вот Яндекс.Облако, перед тем, как мы фактически тоже получили большие инвестиции на развитие, мы тоже какое-то время работали в режиме такого стартапа, когда мы доказывали инвесторам нашу бизнес-модель, проходили через разные итерации, даже до запуска публичного в декабре мы собрали 100 клиентов, которые заинтересовали в использовании нашего продукта, давали этот продукт попробовать в таком закрытом режиме, собирали обратную связь и после этого только запустили на рынок. Я хотел сказать, что Яндекс не новичок в сфере образования и мои коллеги, которые работают со сферой образования дали такой слайд, где показано, что Яндекс сам активно ведет деятельность либо по созданию продуктов для образования, это Яндекс учебник, Яндекс лицей, ну либо соответственно активно работает с разными вузами, у нас есть своя школа анализа данных, через которую проходят мне кажется самые сильные студенты в области именно работы с данными, потом эти студенты приходят часто к нам на работу, ну в общем Яндекс делает много всего в образовании. Что такое Яндекс облако? Так как экосистема Яндекса достаточно сильно разрослась, мы успешно благодаря накопленным технологиям запускаем собственные новые направления очень быстро очень быстро у нас проходит вот этот путь от идеи к эксперименту к пробному продукту к успешному бизнесу. Это сделано в первую очередь за счет того, что да, есть хорошие умные люди, которые с светлыми идеями, но при этом есть огромная подушка технологий, которая позволяет очень быстро опробировать многие вещи, использовать эти технологии для выстрела масштабирования продукта, ну и дальше вся эта экосистема, где у нас прорастают все сервисы друг в друга, и, не знаю, там, Яндекс.Такси использует Яндекс.Облако, Яндекс.Такси интегрирование, не знаю, там, с Яндекс.Едой, потом Яндекс.Такси начинает экспериментировать с беспилотными автомобилями и начинает идти в эту область, хотя она еще такая очень бизионерская и понадобится еще, может быть, лет 10 для того, чтобы там довести до понятной экономической модели, но компания много экспериментирует и много пробует. С точки зрения облака, что мы делаем, и вот те самые 2000 компаний, которые уже активно пользуются нашими услугами, какие сервисы они используют. Во-первых, это инфраструктура. Тут тоже нужно было накопить большой опыт, потому что уметь строить хорошие дата-центры, дешевые, у нас в России своя сеть дата-центров, они расположены в таких областях, как Московская, Рязанская, Владимирская. Кстати, все губернаторы этих областей очень любят Яндекс, потому что Яндекс приходит и инвестирует рабочие места, платят налоги, размещаются очень серьезные промышленные объекты, которые потом сильно масштабируются, потому что очевидно, что для того, чтобы те сервисы работали, которыми пользуются миллионы людей, для этого нужны большие центры обработки данных. Так вот, в нижнем слое лежат наши собственные дата-центры, лежит оборудование, которое, опять же, тоже создано инженерами Яндекс. Мы, в общем-то, используем те же самые фабрики в Китае, где Google, Facebook производят собственные сервера. Мы точно так же весь этот цикл освоили, поэтому с точки зрения вычисления, с точки зрения именно серверного оборудования, на котором строится дальше технологическим подпором, мы, наверное, являемся крупнейшим потребителем этих ресурсов, и, конечно, на наших масштабах они нам достаются максимально дешево, поэтому мы можем тоже рынку давать услуги, у нас очень низкая себестоимость, дальше мы не используем никакие коммерческие технологии, за которые нужно платить, дальше все это наша интеллектуальная собственность, интеллектуальный труд, которые, в общем-то, это те самые инженеры, разработчики, которые работают в Яндекс, которые больше 5000 человек, только open source и только собственно разработка. Если говорить о следующем блоке, это управление данными аналитика, это инструменты разработки программного обеспечения и сервис машинного обучения. И вот на самом деле этот слайд говорит очень простую вещь. Цифровую платформу не нужно создавать с нуля. Цифровую платформу можно создать на основе технологических платформ. Мы технологическая платформа. Мы даем технологии по концепции коммунальных услуг. Пользуешься, платишь. Не пользуешься, не платишь. Даем инструментарий, которые используем сами. Это значит, это те технологии, которые проверены на базе Яндекса. И в общем-то процесс цифровизации любой компании, как я сказал в самом начале, не важно это компания занимается сейсморазведкой, поиском нефти, ритейлом или образованием. Все сводится к